Ребята, всем привет, привет! Сегодня мы распакуем довольно-таки интересную и классную посылочку. Но перед тем, как мы это сделаем, я сразу объявлю о том, что в этом видео конкурс и условия таковы. Значит, вам нужно быть подписанным на этот канал BS From China, вам нужно подписаться на развлекательно-познавательный канал просто AES, ссылочка на него в описании, и под этим видео оставить какой-нибудь позитивный комментарий. Выполняйте эти условия и участвуйте в конкурсе. Призом будет любой товар, который вы выберете на Алиэкспресс, стоимостью 10 баксов. Вот, ну а теперь переходим к самой посылочке. Ну и, как я уже сказал, посылочка интересная. Да, кстати, про конкурс. Результат будет дней через 4-5 в моей группе ВК БС From China, поэтому следите и не пропустите результаты. Все ссылочки, кстати, в описании под этим видео. Вот, переходим к самой посылке. Интересная посылочка. Ехала довольно-таки быстро, дней за 10. Новые почты доставили мне ее, курьер прямо домой. Здесь у нас находится телефон. Телефон LeTV Q1. Телефон недорогой, недешевый, скажем так, 132 доллара на момент заказа, но там еще должны быть какие-то подарки. Гифт 4 штуки написали китайцы. И переводят они его, кстати. Странные китайцы по-странному переводят. Кулуан как LeTV холодный 1. Вот так они пишут. Ну, что забили в ухо-переводчик, то и написали. Вот так вот. Ладно, давайте его открывать. Смотреть. Чем интересен телефон? Сразу скажу, что будут делать обзор. Не ругайтесь. Знаю, что у меня еще куча телефонов и планшет, на которые я не сделал обзор. Все они лежат у меня. Просто катастрофически не хватает времени на все это. Ну, я стараюсь, ребята. Честно стараюсь. Вот. Классная, красивая коробочка. В хорошей упаковке. Ничего не помялось. Довернутки твердые. Прям как чуть бы не дерево. Ну, это картон. Ну, довольно-таки качественный. Смотрите. Немножко-немножко буквально по краям. Даже это, наверное, не то, что при транспортировке. У нас, скорее всего, так и было. В общем, качественная упаковка. Что здесь у нас? Характеристики. Ну, можете посмотреть, поставить на паузу. Я пока озвучу. Здесь 3 гигабайта оперативной памяти. 32 гигабайта внутренний накопитель. Дисплей Full HD 5.5 дюйма. Вот. И аккумулятор 4000 с хвостиком миллиампер час. Так. Давайте по комплектации. Значит, положили нам здесь стекло. Это не пленка. Это стекло. Вот. Ну, давайте достану, так и быть. Вот. Что на него смотреть? Стекло да стекло. Но, согласитесь, за такую цену, реально, меня этот телефончик заинтересовал. Я сразу его заказал. Вот. Чехол. Чехол. Вот у нас дырочка под вспышку, я так понимаю. Или под что? Это под динамик, наверное, там дополнительный. Вот. Да. Под вспышку, камеру. В общем, вот такой обычный силиконовый чехол, дешевенький. Но то, что он есть, это уже хорошо. И нам еще упарили какую-то карточку. Хэппи. Это, короче, визитка продавца. Если не счастлив, позвони или напиши. Мы решим все вопросы. Счастлив, значит, иди на сайт. Нам встал 5 звезд. И живи счастливо. Счастливо. Долго и счастливой жизнью. Блин, 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 блин. Набросали тут всякого. Давайте пока телефончик. Хотя, что телефончик. Давайте попробуем его включить для начала. Заводится. Заводится. Это хорошо. Это уже хорошо. Так, пленочка. Что за пленочка? Ну, это с обратной стороны пленка. Это мы снимем. Здесь. Так, сейчас я пленочку отцеплю. Да, ребят, сложно это, не имея ногтей, снимать пленочку. Но мне это удалось. Хорошо, что вы не узнаете, сколько времени на это ушло. Так, в общем, телефончик. Вот, как видите, уже загрузился. Давайте мы к этому вернемся. Сейчас немножко позже. Посмотрим пока комплектацию. Здесь у нас литература. Коупат Ку Ван. Он же. Здесь у нас еще какая-то литература. С цветными всякими ярлычками. Короче, не знаю. Гарантийка, наверное. Все на китайском. Ничего не понятно. И еще одна какая-то... Блин, из рук валится бумажка. Коупат. Тоже на китайском. И, наверное, на английском. Нет, все на китайском. Короче, все на китайском. Не знаю. Вот такая же, но это, наверное, уже на английском, да? Нет, это тоже на китайском. Вот это точно гарантийка. Ладно. Что есть, то есть. Дальше. Переходник положили. На сайте продавца так и было написано, что положат переходник. Это хорошо. Переходник есть. Раз. Дальше. Подставка. Это один из тех подарков, которые, наверное, мне обещали. Да. Странная такая подставка, короче. Под телефон. На какой-то на липушке. Ну, в общем, подставка есть. Хорошо. Булавочка. Так. Так. Это у нас переходник из microUSB на Type-C. Я так понимаю, у нас здесь Type-C, да? Разъем. Ну-ка. И таки, да. Разъем Type-C. Вот. То есть, такой шнурок. Вот, смотрите. Все сделано довольно-таки качественно. Стоит. Сделано круто. Реально на уровне. Вот. Ну, и, собственно, сам блок. Сам блок питания. Сколько там? Мегамперчас, кстати. Давайте-ка сразу заценим. Кулпад. Немножко приблизим. Чтобы я тут камерой не наезжал. На 2 ампера. Это отлично. Это просто круто. Будет заряжаться за, ну, часа 2-2,5 где-то так. Вот. Ну, все. Дальше здесь эта штука не вынимается. Блин, фокус. Э! Вернись. Вот эта штука дальше не вынимается. Поэтому вот такая вот комплектация. Комплектация классная. Я доволен. Кстати, все фирменное. Смотрите. Везде ярлычки, везде граммки. Кулпад. Кулпад. Он же. И так называется. Вот. Поэтому комплектацию вы посмотрели. Да? Комплектация неплохая. Мне нравится. Эту пленку я сниму для обзора. Все будет. Сканер. Как видите, да? Две сим-карты. Ну, и, собственно, сам телефончик. Давайте, наконец-то, разблокируем. Посмотрим. Ух ты. Прикольно. Так, настройки. Наверное, стоит адаптивная яркость. Поэтому от этого нужно как-то избавиться нам быстренько. Вот так вот. Не, не адаптивная. Язык. Выберем сразу язык. Посмотрим, что у нас здесь с прошивкой по языкам. Ну, я не думаю, что... Блин, сразу видно экран Full HD. Картинка четкая, но довольно-таки мелкий шрифт. И если вы пользуетесь другими телефонами, у которых там HD разрешение, так как у меня, например, то это сразу бросается в глаза. Русский я выбрал. Вот. Есть. Ну, классная. Классная картинка. Вам, кстати, вот сейчас немножко, ну, как-то так отражает. Не очень-то приятно. Нужно будет во время обзора все это поменять. Play Market есть. Все есть. С этим ничего, никаких проблем нет. Кстати, посмотрите, шторка. Вот. И за этой шторкой, в принципе, ничего нету, кроме часов и погоды. Вот. Вот так. Все настройки. Настройки. Вот они все приложения. Короче, все, что есть у нас здесь. Смотрите. Ладно, не будем на это тратить время. Давайте зайдем в настройки. Посмотрим, что у нас тут о телефоне. О телефоне. Имя телефона. Android 6 стоит. И, кстати, на сайте, опять же, указано, что обновляется по беспроводному. Здесь у нас три сенсорные кнопочки. Посвечивается, по-моему, да? Пока не видно. Нет, не посвечивается. Но это, опять же, все это будет в обзоре. Я все посмотрю, все проверю. Обязательно вам все расскажу. Вот аккумулятор. Ну, емкость, естественно, мы здесь не посмотрим. Можно посмотреть просто, сколько он уже работает. Когда был запущен. Хочу посмотреть, хочу посмотреть звук, проверить, как обычно. И посмотреть камеру. Ну, на первый взгляд. Да, конкретно нужно будет делать снимки и смотреть все это дело. Медиа. На какой карте и так далее, и так далее. Выбрать из локальной музыки. Небогато. Конечно, библиотека тут, да. А, вот они. Короче, со звуком здесь все в порядке. А, кстати, 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 еще секундочку. Не, один динамик. Один динамик тоже находится здесь у нас с правой стороны. Поэтому все остальное муляж. Но звук классный. На максимум звука. Он довольно-таки, не сказал бы, что он слишком громко уж орет. Но со звуком все в порядке. Хватает этого звука. И динамик вообще себя ведет отлично. Не хрипит, не трещит. Не заикается. Так сказать. Вот. Календарь. Папка. Папка с папками. Смотрите, все установлено уже, кстати. Google Диск, YouTube, гуглуские приложения. Даже карты установили. И Gmail. То есть, все готово. Хотя вот инструкция почему-то на китайском. Странно. Так. Так, так, так. Ну-ка. Камера. Камера. Где тут у нас настройки вообще? В этой камере. Ой. Фокусирую, кстати, довольно-таки быстро. А ну-ка, ну-ка, что-нибудь такое с мелким шрифтом. Вопс. Не, не сказал бы, что слишком быстро. Оп. И не совсем четко. В общем, ладно. С камерой нужно будет еще разбираться. Потому что здесь, я думаю, еще есть над чем поработать. Вот, ребята. По поводу этого телефончика. По распаковке. Все. По виду, там в зависимости от того, какого цвета он будет. И от какая комплектация будет варьироваться, соответственно, и цена. Вот. Вот этот я покупал за 131.90 с чем-то. Короче, грубо говоря, 132 доллара. Вот. Сам телефончик. Ну, по первым ощущениям, классный. Производительный. Посмотрим. Кстати, с двойной камеры. Посмотрим, как он себя поведет. И я вам в обзоре все это конкретно расскажу. Вот, ребята. Спасибо вам за внимание. Опять же. Вначале, как я рассказал, здесь конкурс. Все ссылочки в описании. Заходите. Смотрите. Подписывайтесь. И скоро будет результат. Спасибо вам. И пока.